Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать замечательную вот такую кофточку и сделать краткий, скажем так, рассказ, как связать ее. То есть, смотрите, я взяла, набрала 143 петельки, которые распределила на 7 рапортов, то есть 140 петелек, плюс петля для симметрии одна и плюс две кромочные. Вот я набрала 143 петельки по горловинке и связала два рапорта высоту узора, вот такие вот волны, ракушки, еще их называют, и после того, как связала два рапорта, начала распределять общее количество петель на реглан. При этом я взяла по две петли вот так вот кромочные по обеим сторонам, то есть вязала поворотными рядами, по одной петле я взяла на регланные линии, затем взяла по 34 петли наперед, по 19 петель на рукавчике и 31 петлю оставшуюся взяла на спинку. При этом из-за того, что у меня перец с запахом, у меня получилось на спинку меньшее количество петелек, но абсолютно ничего страшного, то есть если у вас получится более, большее количество петелек вы захотите взять, то соответственно получится большее количество рапорта. Самое главное, что учитывайте, что на один рапорт вам нужно набрать 20 петелек и обязательно наберите одну петлю симметрии для того, чтобы красиво завершить ваш узорчик. Вот теперь, что касаемо реглана, после того, как я распределила на регланчик общее количество петелек, я затем делала увеличение каждой из частей, при этом сделала увеличение до тех пор, пока у меня на каждой из передних полочек не стало по 46 петель. На рукавчике у меня пошло 43 петли, на каждую из рукавчика в сторону увеличилась и спинка соответственно увеличилась до 55 петелечек, то есть я вам не подскажу, сколько это по рядочкам, в принципе, можете легко посчитать. Вот, и честно говоря, долго думала, как же мне оформить рукавчик так, чтобы было красиво, при том, что у меня общее вязание это узор волны, затем платочная вязка и на рукавчик я, распределив петли на регланчик, вот эти 19 петель, начиная с первого ряда, вязала лицевой гладью. Я решила все-таки оформить, скажем так, наши рукавчики, закончила платочной вязкой, не резинкой, как это я обычно всегда делала, чтобы как-то совместить узорчик основной кофточки и узорчик на рукавчиках. Вот, я не хотела, честно говоря, весь рукавчик делать платочной вязкой, мне именно почему-то захотелось именно вот лицевой гладью. Вот, и, соответственно, после того, как распределили на регланчик, нам нужна спинку перед вязать платочной вязкой, запомните, с лицевой стороны и с изнаночной всегда вязать лицевыми петлями, а петли рукавчика это лицевая гладь, с лицевой стороны лицевые петли, с изнаночной стороны это изнаночные петли. Что касаемо рукавчика, смотрите, я здесь сделала убавления небольшие, я провязав распределение на реглан, то есть я отделила спинку и перед на одну спицу после того, как провязала общую высоту, которая у меня составила от плечевого, вот здесь вот начало до конца кофточки 42 сантиметра, высоту я вязала, вот, то я провязала рукавчики лицевой гладью уже на чулочных спицах 14 рядочков, затем в 14 сделала убавление с одной стороны, довязав до конца ряда, я не делала убавление, а лишь в следующем ряду в конце ряда сделала убавление, потом отсчитала 10 рядочков от первого убавления, опять же сделала убавление, довязала до конца ряда и лишь в следующем ряду сделала второе убавление в конце ряда, и так в каждом 10 ряду я делала убавление, всего у меня получилось я убавила 4 раза по 2 петли но смотрите я уже получается последнее убавление делала именно вот в этой платочной вязки рукавчика у меня получилось я провязала 9 ряд изнаночными петлями и в десятом ряду в котором я делала каждый десятый ряд убавления сделала уже вот здесь вот во втором ряду платочной вязки то есть там где лицевые петельки и при этом убавление я сделала как с одной стороны ряда так и с другой стороны ряда то есть не через ряд а в одном ряду вот именно здесь сделала последнее убавление затем я смотрите провязала всего 12 изнаночных рядочков и на 13 изнаночном ряду я закрыла петельки закрывала я самым обычным способом есть на моем канале как закрыть вот таким вот образом самым простым петельки и у меня получились вот такие рукавчики длина которого составила 28 сантиметров и нижняя длина внутренняя 22 сантиметра если будет длинновато можно в принципе вот так немножечко подкатать но это честно говоря такой фасон кофточки который можно носить с рукавчиком не скажем так до конца именно запястья а такой вот слегка приподнятый то есть если даже кофточка по длине будет ребенку хорошая то можно ее носить несмотря на то что будет коротковатый рукавчик здесь такая нестандартная моделька которую можно носить как с отворотом рукавчика если он длинный так и укороченный вариант рукавчика вот по окружности груди у меня кофточка вышла до расширения я делала 27 сантиметров полу обхвате то есть вот здесь у меня 27 сантиметров и в итоге как на мой взгляд получилось довольно таки симпатично провязав два ряда узора основного ничего не меняя я распределила на реглан расширила до нужной мне окружности груди и в итоге связала отделила спинку перед отделила рукавчики связала отдельно рукавчики и у меня получилась довольно таки замечательная кофточка с ниже я ничего не меняла пуговички я нигде дырочки не делала а уже смотрите по готовому узору у нас здесь получаются дырочки вот как раз таки на уровне этих дырочек в узоре волны я и сделала петельки из вот этих дырочек то есть смотрите вы просто провяжите узор а потом посмотрите на каком уровне немножечко исказив перед вот так вот сделав с нахлёстом вы пришиваете пуговички вот так вот я вам одну расстегну покажу вот смотрите у нас узор волны я не делала никаких петелек а просто из вот этих вот накидов сделала петлю а с нижней стороны на правой вот здесь вот полочки я пришила пуговички и затем из этих дырочек сделала петельку точно также обязательно не забудьте сделать и здесь пуговичку на внутренней стороне на вот этой полочке для того чтобы нам спрятать скажем вот этот уголочек здесь такой вот хороший нахлёст на горловинке вот и с одной стороны делайте две пуговички для того чтобы максимально закрепить горловинку и с одной стороны одну пуговичку вот я надеюсь что вам все осталось понятно еще раз покажу вам вот такое расширение здесь я отметила что в четырнадцатом ряду в десятом десятом и в десятом делаем убавление для рукавчика а провязав 12 изнаночных рядочков 13 изнаночном ряду окончить вязание то есть закрыть петельки и расширение я делала до вот этих вторых циферок то есть изначальные цифры у меня вот они и расширение я делала до вот этих цифр соответственно второй рукавчик тоже 43 петли вторая планочка у меня 46 петель ну и спинка 55 петель я надеюсь что вам осталось все понятно если кому будут вопросы задавайте обязательно не забудьте поставить лайк спасибо что остаетесь на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока